Всем привет! Меня зовут Ольга и мы с вами рассматриваем образцы нанесения декоративной штукатурки. Давайте еще один недорогой рассмотрим вариант. Пойдем по бюджету в общем. Чем дешевле, тем значит может быть лучше для некоторых. Ну ладно. Мы с вами наносим на предварительно подготовленную стену. Стена должна быть идеальная, гладенькая, ровненькая, шпаклеванная как под покраску. И мы нанесем краску, колерованную в темный цвет. Цвет не обязательно должен быть черный, он может быть любой, синий, красный, хоть какой. Наносим, краску раскатываем валиком. Валик ворс, ну скажем так, может 11 мм. Не надо крупный ворс. Конский такой ворс не надо, ну мелкий пусть будет. Крупный ворс он пусть для фасадов послужит, а мы делаем с вами внутренние работы сейчас. Используем краску и дешевый шелк. В прошлом видео мы с вами уже рассматривали шелк дешевый, который на 500 рублей за килограмм дешевле, чем другие шелка. И он нами тестирован достаточно хороший. Ну то есть можно вполне его использовать. Мы очень критично относимся к выбору материалов декоративных. То есть мы их пробуем, наносим, сами тестируем, сушим, моем. Прежде чем для вас их предоставить в видео уроке. Мы же материалы эти продаем. То есть вы у нас их можете заказывать. Мы отправляем в любой регион. У нас много транспортных компаний, в том числе в самые отдаленные уголки. Мы хотим, чтобы вы штукатурку нашу не просто купили, а чтобы вы остались довольны результатом. Именно в этом наша цель. Поэтому мы свои материалы тестируем. Прежде чем взять их в продажу, мы их тестируем. Проверяем. И краски, и штукатурки декоративные, и инструменты в том числе у нас есть очень разные. И мы сейчас с вами рассматриваем образец, который будет за квадратный метр стоить рублей 150, что ли. Может 200 за квадратный метр. Это на сегодняшний день. Смотрите дату видео, потому что цены меняются. И тоже непонятно, что будет завтра. На сегодня он очень гоступен. Окрасили стену однородно. Смотрите, наша краска укрыла за один раз. Такой яркий цвет. Один слой она укрыла. Оставляем сохнуть. Краска сохнет порядка 4 часов. Это даже указано на сайте. И это указано на баночке. Краска не сохнет очень долго. То есть часа 4 можно будет продолжить. Ждем высыхания. После того, как краска высохла, мы должны посмотреть, все ли нас устраивает. Прокрашено или не прокрашено. Если хотите, можете, ну требуется, например, второй слой можно покрасить. Мы возьмем или ванночку, лоток какой-нибудь для краски. И шелк с помощью шпателя положим. Вот так. Ну то есть немного нам его надо. Совсем небольшой будет расход. Положили. И с помощью морской губки вот такой. Она когда новая в пакете, она жесткая очень. Ее нужно смочить и выжить. И она такая мягкая. Вот губка. Морская губка. И мы макаем вот так сюда. Макаем. У нас получается вот так. Видите? На кончиках. Вот так. И мы на стену это переносим. Не прижимаем, а слегка тампуем. Вот посмотрите. Морской губкой тампуем шелк. Кстати, да, мы используем шелк. Я же не сказала. Шелк дешевый, который стоит на 500 рублей дешевле за килограмм, чем другие шелка. Где-то можно добавлять, если хотите добавить. Цвет можно использовать любой, как я уже говорила. Любой, какой вам нравится. И теперь, когда вы затамповали какой-то участок на стене, мы можем взять вот такую шпатулетку. Шпатулетка вот так. Мягкий пластик. И вот этой шпатулеткой мы вот так ее держим и слегка приглаживаем. Мы же шелк тамповали. У нас вот такие острые части здесь где-то получились. И мы их приглаживаем с помощью шпатулетки. Можно делать больший слой. Сейчас я покажу. Вот так шпатулеточкой хаотично размазываем. Вот так. Очень дешевый вариант декоративного покрытия. Для любых помещений он подходит. Можно его лаком покрыть. А также можно сделать гуще. Давайте покажу, как это. Можно не губкой тамповать, а шпателем. То есть берем, типа карта мира, берем шелк, накладываем его. И вот так вот пришлепываем слегка. Вот так. Шелк тоже так наносится. Не только карта мира, не только фактурная штукатурка. Вот такие вот ежики. И очень аккуратно, легко-легко прижимаем их. Вот так. Посмотрите поближе. То есть мы переносим на стену с кельмы только ежики. Мы кельму не прислоняем. Вот так. И поворачиваем руку все время. Кельму не прислоняем. Прислоняем только штукатурку. Смотрите издалека. Издалека хорошо видно, где нужно добавить, где не нужно добавить. Шелка берем по чуть-чуть. Расход у него все равно останется маленький. Небольшой расход будет. Мне кажется, 100 грамм на квадрат, наверное, получится. Примерно 100 грамм на квадратный метр будет расход в данном случае. То есть гроза. 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 Главное, чтобы не угроза. Гроза тоже подойдет. Вот так вот. Это вам как вариант для недорогой отделки стен своими руками. Все, что мы сейчас показываем, все это можно приобрести у нас. Переходите по ссылке в описании и консультируетесь. Мы вам помогаем и площадь рассчитать, и все, что нужно, укомплектовать. И теперь точно так же. Вот так вот на темпе валик. Берем снова шпатулетку. Шпатулетка чистенькая должна быть. И приглаживаем. Сейчас испортим, наверное. Ну ладно. Испортим, да? Не трогать? Так, запомните его таким, если он вам сейчас понравился. А если следующая процедура вас не устроит, значит ее не применяем. Берем шпатулетку и приглаживаем верхушечки. Хаотично. В разные стороны. Разнонаправленно. Вправо, влево, вверх, вниз. Чтобы не было повторяющихся движений. Ну, как-то так. Примерно как-то так. Можно использовать ваши любимые цвета. Мы сейчас сделали на черном фоне неколерованный шелк. Для того, чтобы показать, как это выглядит. Но фон, понятно, дело, что может быть любой, как и шелк. Шелк тоже может быть любого цвета. Мы снимаем для вас видео уроки по нанесению декоративных штукатурок. И вы можете конфликтироваться с нами. Пишите в комментариях ваши вопросы. Не забывайте подписаться на наш канал и ставить лайк. И приобретайте у нас штукатурки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok